добрый день дорогие друзья хотел вам сегодня показать как можно заделать ленту которая используется для монтажа окон выглядит она вот таким образом то есть основа у нее идет как пароизоляция которая сверху покрыта слоем мастики вот делается она якобы для того чтобы не подбывала когда монтаж производится после вот и также для каких-то движений как компенсатор чтобы не со временем не образовывались трещины по периметру окна вот я уже снимал подобный ролик немного по этой технике монтажа окон кому интересно ссылочку оставлю в описании мои мысли по этому поводу вот но так как здесь заказчик на отрез хочет делать оставлять ее хотя я предлагал ее срезать вот поэтому нужно как говорится придумать как ее закрепить как вообще ее делают я не знаю как ее вообще кто-то другой делает мы к чему пришли во первых вот этот слой он как бы должен теоретически держаться то есть должно происходить так срезаем пену лишнюю заворачиваем приклеиваем вот таким образом но по факту она вообще не держится то есть даже независимости от того что у нас поверхность загрунтована пройдена бетоноконтактом то есть она должна хорошо держаться она не держится то есть возможно феном греть я думаю мало будет эффекта из-за того что сам слой он очень тоненький и то есть вот этот слой он плохо держит то есть нету здесь сцепки хорошие с поверхность для этого мы что придумали мы взяли антикор автомобильный обычный полимерно-битумный вот разбавили его пожиже с бензинчиком вот и проходим проходим место где будем приклеивать эту ленту чуть-чуть запасом и пену что к пене бы тоже желательно приклеить чтобы там не было слишком таких больших пузырей хотя понятно что это тяжеловато будет сделать но по крайней мере хоть нескольких точках чтобы он там держался полностью заливаем битумом после этого загибаем а не забываем здесь защитная пленка была вот типа как с этой стороны потом загибаем с таким образом загибаем вот и чтобы зафиксировать с помощью валика прокатываем таким образом приклеивается она хорошо на отрыв сделаю видно она держится вот таким образом можно приклеивать конечно это сопряжено с тем что придется дополнительно мазать мастикой все это делать вот но вопрос в другом в том что насколько это все эффективно конечно понятно что это делается для того чтобы пена там не рассыхалась не двигалась что она как дополнительно будет защищать ее вот как говорит завод-изготовитель но я в прошлом видео много говорил на эту тему так что кому интересно посмотрите не буду я сейчас об этом говорить вот просто мне другой вопрос как штукатурить в этом месте вот в этом месте же нету основа сцепки с поверхность здесь получается у нас в движении всегда вот эта часть тоже мастика двигается мастика рассыхается тоже ну как бы подвижный материал желательно в этом месте тогда сделать какое-то армирование если делать например штукатурить откоса эта часть у вас не держится она держится вот за какую-то пароизоляцию непонятно будет держаться штукатурка соответственно здесь тоже вы пену не замажете потому что у вас здесь создается дополнительный воздушный карман который мы создаем вместо того что загибаем эту пароизоляцию как бы я не прижимал все равно где-то какие-то неровности потому что ровно срезать тяжело из-за того что там получается как ниша я не лезвием туда не залезу вот и все аккуратно очень сложно срезать соответственно когда мы зажимаем какие-то воздушные части там остаются не получается ровно ровно поджать ленту вот из-за этого получается воздух воздух соответственно движение какие-то все это может также трескаться непонятная немного технология вот но здесь мы перестрахуемся сделаем сверху вообще хорошо бы сделать армирующую сетку вот не металлическая металлическая будет конденсировать откос широкий у нас порядка наверное сколько 30-40 сантиметров вот поэтому в этом месте по-любому будет конденсировать из-за того что дома нас из блоков вот а когда блочный дом он холодные стены несмотря на то что там утеплитель прокладывался когда финишный кирпич облицовочный делался все равно то есть сам блок он холодный вот и к стене когда стена когда слишком толстая окна конденсирует по углам все еще зависит от влажности в помещении поэтому я не советуюсь клеить стекло холст на откосы вот а здесь мы будем клеить стекло холст заказчик сказал что хочет стекло холста ему посоветовали мастера другие какие-то друзья его вот он решил говорит нет будем клеить стекло холст хотя я говорю что стекло холст может разбухать вот нежелательно у меня видео кстати есть на эту тему где я говорил как они даже показывал как стекло холст разбухает вот даже когда клеится он на клей пва клеится на шпаклевку и в том и во втором случае то есть стекло холст легко сходил от воздействия влаги вот поэтому если мы здесь наклеим стекло холст по периметру может он разбухать соответственно отходить если он начнет отходить все это место у вас будет отслоение стекло холста от штукатурки соответственно со временем откос может упасть вместе стекло холстом шпаклевка имею ввиду поэтому хочу еще показать что получилось я здесь один откос уже прокатал то есть получается вот такая вот вот такая вот то вот она здесь прокатал вот эти морщины вроде бы приклеилась опять отклеилась из того что тут это швы вот ямки воздушные карманы есть там вот так тоже двигается вот я уже показывал то есть она не совсем продуманная технология вот я не знаю самое главное как это будет когда мы от штукатуре честно признаюсь первый раз по такой технологии делаю поэтому что будет на финише будет ли это все держаться это очень большой вопрос такая вот технологии причем окончики они не дают гарантии если мы ее срезаем то есть если мы срезаем уже соответственно если какие-то будут проблемы где-то поддувать окончики себя вину списывают говорят мы не виноваты вы не надо было срезать ленту вот так что еще одна причина почему заказчик говорит что мы ее не связали это вот гарантия который дает окончики и они советуют то есть и однозначно клеить оставлять и таким образом будет лучше для окна вот я согласен может быть для окна в какой-то степени лучше но вот как делать отделку дальше это остается вопрос очень большой жирный и я думаю большой головной болью для многих отделочников если у вас была подобная практика с такими окнами как вы заделывали откосы напишите в комментариях вот интересно будет узнать ваше мнение по этому вопросу еще не подписался подписывайтесь на канал на этом все до новых встреч